Продолжение следует. Репортаж моего коллеги Олега Хатанзейского «Школьная жизнь», который вышел на нашем телеканале 14 июля, вызвал общественный резонанс. Напомним, материал посвящен новой школе в поселке Красное. Образовательное учреждение еще только строится, однако многие родители уже отказываются вести своих детей в новое здание. Жители поселка считают, что к возведению объекта подрядная организация ЛИРО из города Архангельск подошла с халатностью. Вот некоторые фрагменты сюжета. Не боюсь. Боюсь от чего конкретно? Ну, то, что упадет там что-нибудь. О недетской проблеме в поселке рассуждают даже будущие первоклашки. Однако больше всех обеспокоены родители учеников. Изольда Чебыкина мама пятерых детей в новой школе работала и поэтому видела, как ее строили. Школу строят вообще халтурно. Боимся детей в школу запускать. Вдруг крыша рухнет или там еще что-нибудь опасно. Надо комиссию созывать, чтобы осматривали. Говорят, что туда опасно работников, ой, детей вернее отдавать, сами работники, что рано или поздно там что-то обвалится. Заказчик объекта администрация Заполярного района от комментариев отказался. В управлении ЖКХ заявили, мы, мол, подрядчикам претензий не имеем. А вот у Гостро и Желнадзора вопросы накопились и к тем и другим. Инспекция во время строительства здания школы выявила сразу несколько нарушений. Многие до сих пор не устранены. Вот только одно из них. По результатам проверки составлен акт проверки, в котором зафиксировано, что на путях эвакуации в здании строящегося объекта школа на 300 мест в поселке Красное, а именно на лестничных клетках, радиаторы отопительной системы, выступающие из плоскости стены, размещены, как и ранее, на высоте менее двух метров. То есть общество не выполнило в установленный срок пункт 1 данного предписания. И сегодня об этом говорили на оперативном совещании. Заказчик объекта, администрация Заполярного района, который ранее отказался нам что-либо комментировать, признался, школа строится с нарушениями. Представители власти данную ситуацию пообещали взять под строгий контроль. И на объекте строительства школы на 300 мест в Красное были выявлены вступления от прессных решений, которые были согласованы с заказчиком. Напомню, школу в поселке Красное должны были возвести еще в декабре прошлого года, но процесс затянулся. Новые сроки – конец 15-го. Впрочем, если архангельская компания Леру не устранит все предписания и нарушения, открытие учебного заведения может затянуться как минимум еще на несколько месяцев.